Продажи квартиры, денежные займы и лечение от алкоголизма. За день Анатолий Ковязин с напарником собирает 4 мешка объявлений с незаконной рекламой. На Первомайске, где цветочный киоск, там вообще вчера заклеено было больше, чем, наверное, обоев. Ну, миллиметра, наверное, полтора-то точно толщина была обоев. Мы вчера очистили все. Пока единственный способ избавиться от объявлений – это их обрывать. На зачистку столбов, заборов и даже дорожных знаков конкретной улицы уборщики приходят раз в месяц. На остановки – дважды. Правда, результат их работы виден недолго. Завтра уже будут. Вот они, свежие. На завтра уже все, можно снова идти по этой улице. А бывает, что вот мы убирали Амурскую, остановку вычистили, прошли Амурскую, возвращаемся, остановка опять как обои обклеена вся. Надо закон принимать и все. А на объявлениях уже номера. Пожалуйста, ищите, и это деньги под ногами. Штраф за объявление до 5000 рублей. Это для физических лиц. Для фирмы – до 100 тысяч. Но это не все. Телефоны с объявлениями фотографируют квартальные. Данный номер телефона ставится на автодозвон. То есть ему звонят с разных номеров через коммутатор в течение получаса один раз в дневное время. То есть с 7 до 10. Специалисты по благоустройству посчитали, такой способ борьбы с нарушителями намного дешевле, чем еженедельная помывка и покраска. Один чистый столб обходится бюджету почти в 1000 рублей. Да и результат довольно неплохой. Из 2000 рекламодателей, что поставили на автодозвон, 200 убрали объявления добровольно. И это только за месяц. В Тюмени придумали еще один способ, как избавиться от незаконной рекламы. Опоры столбов стали обтягивать металлической сеткой. Ведь наклеить свое объявление на такую защиту куда сложнее. Людмила Чапурных, Роман Ченахов. Тюменское время.